Всем привет! Вы на канале Ирина Ф. И в этом видео покажу вторую часть покупок из подружки. Покупки очень выгодные. Все, что вы сейчас увидите, я купила из скидочных корзин по привлекательным ценам. Давайте начнем, может быть, не с самой интересной покупки, но с не менее нужной. Это шампунь Head & Shoulders для мужчин 2 в 1, комплексный уход с морскими минералами. Неплохой здесь у нас идет объем 300 мл. И, как вы видите, по наклейке я этот шампунь взяла из скидочной корзины всего лишь за 50 рублей. У меня муж как раз Head & Shoulders активно пользуется. И, в общем-то, этот шампунь пойдет у него сразу в использование. Отличная цена. Также в скидочных корзинах было очень много масок. Все они были по 50 рублей. Меня заинтересовали только две. Во-первых, вот такая Macaroon Mask. Она у нас обещает, успокаивает кожу, выравнивает тон. Double & Zero. Производитель, наверное, сделана в Корее. Давайте посмотрим. Да, производитель Республика Корея. Никогда такую маску не пробовала. Интересно. И также меня очень заинтересовала маска с экстрактом Baobaba. Она у нас идет от APU. Это корейские производители. Что нам обещает? Обещает экстра увлажнение. Моей коже это как раз нужно. В общем-то, 50 рублей для корейской маски. Вполне себе неплохая цена. А в скидочной корзине было очень много, соцвечивает бальзамов для губ от разных производителей. Но меня заинтересовал только вот такой. Это Менталатум. Бальзам, как вы видите, обошелся мне всего лишь 100 рублей. Цена до скидки у нас была 359. Но не бюджетная. За 359 я покупать бы его не стала. Давайте откроем, посмотрим. Бальзам Менталатум у меня когда-то был. Он очень хорошо подходит для сухих губ. Его приятно очень использовать, например, на ночь. Пока вы спите, будет ваши губы восстанавливать. Вот так выглядит баночка. И я обожаю бальзамы с ментоловым, хотела сказать, вкусом. Нет, с ментоловым ароматом. Я надеюсь, какого-то особого вкуса этого бальзама не будет. Да, да, легкий такой мятно-ментоловый какой-то аромат чувствуется. Я люблю вот этот покалывающий холодок на губах. Это ощущение. Бальзам достаточно такой густой, питательный. В общем-то, как ночной восстанавливающий бальзам. Просто отличный. За 100 рублей, я считаю, это очень-очень выгодная покупка. Так, и теперь переходим к изюминке. Изюминке моих покупок. Это коллекция от Essence Wanna Be My Honey. Вот так выглядит красиво палетка. Я вообще эту коллекцию увидела буквально, наверное, недели, две с половиной тому назад. Кстати, видите, у нас здесь пленочка. Никто свои шаловливые пальчики не запускал в эту палетку. Сейчас я ее за камерой открою. Я эту коллекцию увидела всего две-три недели тому назад. Я не так часто бываю в подружке. Мне коллекция понравилась. В общем-то, пока я раздумывала, что я буду из этой коллекции покупать, а я была уверена, что что-то куплю, в общем-то, она уже успела уйти в скидочные корзины. Вот так я долго раздумывала. Но я предполагаю, что коллекция появилась в магазине гораздо раньше. Просто я ее увидела две-три недели назад. Вот так выглядит палетка. Это у нас тени и два хайлайтера. Мне золотистые оттенки идут. Я темноволосая брюнетка с карими глазами. Давайте посмотрим оттенки. Давайте сначала наберем, кстати, приятные достаточно на ощупь, хайлайтеры. Смотрите, какие. Давайте посмотрим, как они у нас будут выглядеть. Ну, вы знаете, мне нравятся. Я не люблю какие-то хайлайтеры вырви глаз, которые очень-очень сильно видны на коже. Я думаю, что при нанесении кистью они вообще будут давать такой легкий отблеск, легкий намек. Меня пока все устраивает. Так, давайте посмотрим тени. Наверное, буду уже другой рукой наносить и на другую руку. Так, посмотрим оттенки. Так. Давайте вот пока наберу четыре оттенка. Давайте сделаем сводчи. Так, ну, первый оттенок у нас не очень виден. Вот, смотрите. Вот этот вот светлый оттенок. Вот он у меня. Давайте я попробую его посильнее набрать. Будет ли он вообще виден на коже. Ну да, он матовый, шелковистый, достаточно приятный. Ну, практически не заметен. Но, учитывая остальные яркие оттенки, он нужен, да, в этой палетке для полноценного макияжа. Остальные оттенки, да, они у нас такие золотистые. Сейчас вытру пальцы и покажу вам еще оставшиеся два. Вот эти два оттенка мне осталось вам показать. Вот такой красивый блестящий шиммер. И давайте большим пальцем вот этот наберем. Тоже, кстати, матовый. Очень-очень приятный оттенок. Матовый и шиммерный. Смотрите, красивая золотая гамма, золотистая. Учитывая, что есть, сколько у нас здесь получается? Три матовых оттенка. Раз, два, три матовых. И три шиммерных. Вот это такой активный, яркий, золотой шиммер. Вот он у меня на руке, последний. Красивая, красивая палетка. Меня все устраивает, учитывая, что мне она досталась за 99 рублей. Я считаю, вообще все отлично и шикарно. Кстати, вот пришла мысль, наверное, в новогоднем макияже я именно эту палетку и буду использовать. Давайте даже закрывать не будем. Вот так ее оставим. Красивые оттенки. И что мне понравилось, матовые оттенки, шелковистые, нежные, по крайней мере, на палец набрались отлично. Отлично перенеслись. Неярко, да, все как я люблю. Так, что еще? В этой коллекции были представлены кисти. Вообще, я задумывалась купить обе. И кисть для теней, и кисть для, как она у нас называется, кисть для хайлайтера. Вот в такой баночке кисть продается. Вот так она выглядит. Во многих коллекциях Essence была подобная кисть, представлена в ассортименте. У меня такая уже одна есть. Ее можно использовать не только для хайлайтера, но и для пудры, не знаю, для румяна. В общем-то, не знаю, для меня такая достаточно универсальная кисть для всего, по-моему, подходит. Вот в такой баночке, в коробочке она у нас продавалась. Давайте вот куда-нибудь сюда, с краю, положим. Кисть мне обошлась всего в 69 рублей. Кисти для теней до скидочных корзин уже не дошли. А то бы я тоже, наверное, прикупила. Так, что меня еще заинтересовало? В этой коллекции была представлена вот такая интересная баночка. Это называется универсальный бальзам для сухих участков тела. Не помню, сколько он стоил до скидочных корзин. Я его приобрела за 100 рублей. Здесь достаточно у нас большой вес указан, 25 грамм. Давайте откроем, посмотрим. Сейчас попробую вот отлепить этикетку. Я думаю, действительно его использовать. Да, такой вот густой, похожий на воск, да, бальзам. Пахнет очень приятно. Не могу сказать, что это мед, но что-то такое медовое, сладкое чувствуется. Я буду, скорее всего, использовать для губ. Ну и попробую для других сухих участков, для кутикулы, для локтей. В общем-то, такой вес 25 грамм позволит использовать не только для губ. И последнее, что я приобрела, кстати, это не все, что ушло в корзину. Еще была матирующая пудра из этой коллекции. Но я матирующей пудрой не пользуюсь. И, по-моему, что-то там было еще. Жидкий хайлайтер или, не знаю, в общем, что-то жидкое. Жидкое в баночке. Но меня заинтересовало, это я уже начала отклеивать этикетку. Заинтересовала вот такая помада. Она необычная. Это помада, которая реагирует на PH кожи. И она должна... Она не будет такая яркая золотая. Я это уже знала, потому что я эту помаду, в общем-то, уже рассматривала к покупке. Вот так она выглядит. Она не будет такая яркая золотая на коже губ. Она даст легкий-легкий розоватый оттенок. Она мне досталась за 99 рублей. Ну, давайте где-нибудь попробуем, как она среагирует с PH моей кожи. Ну, конечно, на губах этот оттенок будет выглядеть по-другому. Видите, нежная-нежная, такое розоватое свечение. Вот она более розовой становится на коже. И небольшие блестки. Наносится она как помада-бальзам. Так я вас, надеюсь, мои шрамы на руках пореза не смущают. Это все коты. Вот такая нежная, достаточно приятная. Я бы сказала, помада-бальзам. Видите, вот с таким отблеском и переливом. Мне кажется, можно ее и индивидуально использовать, а также, например, если вы как-то хотите освежить матовую помаду или из матовой превратить ее в обычную, в сатиновую, в классическую, можно и на матовую помаду такой бальзам нанести. В общем-то, мне кажется, вполне себе неплохо. Ну, вот такие достаточно выгодные покупки я сделала недавно в магазине «Подружка». Как вы уже поняли, все по скидкам, по акциям из скидочных корзин. Скидочные корзины теперь в «Подружке» представлены по средам. Интересно, есть ли в вашем городе магазин «Подружка». Ходите ли вы туда и удается ли вам что-нибудь интересненького нарыть в скидочных корзинах? Мне удается, но не очень часто. Ну, я не очень часто бываю в «Подружке». Спасибо, что посмотрели мое видео. Я вам желаю отличного настроения, самых удачных покупок. С наступающим вас Новым Годом! Всем пока!